ESF, цепочка поставок, то есть все эти вещи надо внедрять, тем более, коллеги, ну для малого бизнеса, мы вчера работали с один из битриксов, у них битрикс24 бесплатная версия, можно, я на ней работаю, внедрять и автоматизировать. Она нормально работает, только я, честно говоря, ее до конца еще, прям вот не могу положиться на нее так, что прям разлет на нее, к ней надо привыкнуть. Она, вот там много всяких кнопок, настроек, и это все в голове бардак такой. Это вопрос научения, вопрос перехода на эту систему от Excel в Word, а вот туда. А так работает она, отлично. У меня просто еле работает она, если вы с вами делитесь. Кто регистрировался у меня в рассылку, получается, через битрикс. У меня в календарь всегда интервью с гугловским календарем. Задачи я там не ставлю, но работает. Моя задача привык в Google и ставить себе вполне точно. И у меня сотрудничество в календаре, так, чтобы прям сто чего-то. Поэтому работают. Но они доступны, по крайней мере. Я лэннинги делаю на этой, на этой, на этой, что-то будет. Кто был на умской форме продаж или на факторах успеха, это лэннинги на битрикс. Легко вообще. Просто красота. И они меня обечалили тем, что рассылку они прикрыли. Я делал рассылку. Прикрыли. В смысле я делал рассылку сразу на полторы, на две тысячи человек. А сейчас могу только на сто человек. В бесплатном тарифе. Они мне пишут, вот сто человек сегодня, сто человек завтра, сто человек послезавтра, но максимум девятьсот. И я вчера подошел к представителю, а не разбитый, спросил, а в чем дело? Она говорит, понимаете, нам почтовые агрегаторы выставили такие условия, что многие-многие рассылки, они начали жестче фильтровать. И бесплатных рассылок очень много попадается в спан. И вообще не только у всех. Поэтому я уже принял решение, что я перехожу от бесплатной рассылки на платную рассылку. И вот выберите, где получать информацию. То есть, если вы доставите свой email, будете получать от меня. Отписаться можно в любой момент. Но это тоже как один способ. Либо вот от «Ор-россии». То есть надо диджитализироваться. Точная рекомендация. Видите, это бесплатные инструменты. Есть куча бесплатных инструментов. И мы на скиллапе и в опоре друг к другу кидаем ссылки на эти сервисы. Просто вот... Да. В следующий момент автоматизирую все. Я понимаю, что это бесчеловечные технологии. Но если вы хотите оставаться на плаву, то ту работу, которую выполняю я один, раньше можно было выполнять только пятером-шестером. Я с помощью автоматизированных сервисов Google, Forms, Bittrex, какие-то... Ну, в общем, все, что у нас в компьютере есть, я могу это делать быстрее. Точнее. Поэтому картинку эту не забывайте, автоматизируйте все, что можете. Это тоже один из трендов и рекомендации. И профессия будет меняться. Поэтому каждый выбирает свое. Следующее. Привлечение в компании совестливых талантливых трудоголиков. То есть, во-первых, талантливые люди. Люди, которые будут работать постоянно. Люди будут работать. Их надо привлекать. И этот специальный термин тоже Маканова. Совестливые талантливые педагоголики. Они будут определять будущее. Но вы добавите, что для того, чтобы там было какая-нибудь миссия какая-то? Ну, что это правительство? Конечно. Конечно. Талантливые люди не придут на базар там, где разброс. Хаос. Они придут в компанию с четкой и понятной стратегией бренда. А где есть эта четкая и понятная вещь? А, конечно, есть миссия. Они согласен полностью и поддерживают. И там есть видение. И лидер в компании, который ведет компанию вперед. Все смотрят на него. А сейчас идет волна персонифицирования компании с каким-то лидером. И вот мы спорили с тем, с кромолосом Андреем. Нужно ли лидеру быть публичным сушимарем, который Андрей Павлоровский. И все-таки я считаю, что в качестве продаж суши или лаваш не обязательно. Но в качестве ущрения HR бренда обязательно. Потому что люди, которые будут приходить на работу, они смотрят на первого руководителя. И кем он является. Где он фигурирует. Как он выглядит. И что он говорит. А тем, кто покупает суши, мне кажется, это мое мнение. Ну, кто как он выглядит. Главное, чтобы продукт был хороший. Чтобы проделался там вкусно, быстро и так далее. Вот такой момент. Поэтому, да. Лидерство. Лидер. Стратегия. Миссия. Все это. Следующий момент. Повышение производительности труда. В этом году, в январе, я был многократно форум. В Москве, в Рамзице. И там этот вопрос был, ну, можно даже сказать, ключевым. Потому что президент еще год назад или полтора поставил программу повышения производительности труда. У нас очень эффективный бизнес. И повысить ее можно в том числе с помощью автоматизации. Но не только. Еще можно прописать правительственные процессы. То есть, вопрос о повышении производительности труда. Это оптимизация вашего рабочего времени, пространства. Оптимизация, сколько вам нужно человек для того, чтобы это делать. И есть ли лишние движения. Это вся японская история про кайдзен, бин, бережливое производство и так далее. Это то, что нам надо делать. Совершенно точно. Следующий момент, который важен. Это, я уже сказал, про него сильный рост в ближайшие несколько лет. Возможно, за счет неэффективных конкурентов. Если у вас есть конкуренты, которые мало эффективны, пользуйтесь этим. Становитесь сами более эффективными, диджитализируйтесь и забирайте их в клиентах. Прям такой посыл. Если я делаю услугу лучше, если я провожу тренинг и я, допустим, даю итоговый письменный отчет в конце, то, чем он не делает мои конкуренты, это мое конкурентное преимущество. В отчете у меня есть фиксация всех активностей, по именам, по фамилиям сотрудники, у кого какой потенциал, кто поет и так далее. То есть это же плюс. У них там нет. Это реальная история. Как же это? Я про себя. Итак, вот такая история. Ну и еще несколько идей под конец, которые можно извлечь с помощью анализа ABC. Осетолайте рост средней цены. У вас есть несколько товаров. Вот тут, например, 10 товаров. И вам нужно понять, средняя цена растет или нет. Вообще, рынок может принимать среднюю цену, повышение средней цены, а может нет. Если вы видите, что рынок принимает повышение цены, надо этим пользоваться. То есть на ваш основной продукт надо повышать цену. Либо дополнительными условиями его обрастать, либо в какой-то новой упаковке дать, то, чем занимаются компании. Либо что-то еще. Но что-то надо сделать ежегодно, чтобы средняя цена вырастала. Это важно, если вы точно попадете в сложную потребность клиента. Продукты, вызывающие привыкание. Тоже такая история, когда у вас есть какой-то продукт, который нужен будет людям. Поймите, почему рынок принимает вашу цену. Это тоже важно. Вот этот фактор можно масштабировать. Если вы поймете анализ этого. Следующая идея. Ежегодно выпускаете новые продукты, не менее 10% ассортимента. Это прямо должно быть. Опять же небольшая такая таблица. У вас куча продуктов. Есть и те, кто приносит хорошую выручку. Там номер один по выручке, номер два. Обычно старые, проверенные продукты приносят. Но если у вас есть новые, какие-то растущие, их надо подтягивать, поднимать. Потому что на этом все меняется. И новые фантики, упаковки потребителей вся нужны. Кафе закрывается, вывеска меняется, открывается многое. Просто потому, что хочется какой-то смены основания. Еще один момент. Анализируйте свои рекламации. Жалобы. Я всегда говорил, что во время того, как вы анализируете жалобы и жалобы книги, вы сможете найти кучу идей для своего роста. Отсылаю к истории ЛИН, дирижевого производства, Кайдзен, депольского самосовершенствования. Надо закрывать эти слабые места. И вы получите новые идеи для развития. Проанализируйте слишком сложный запрос клиента. Во-первых, если к вам приходит клиент с сложными запросами, значит вас верят. В таких запросах меньше конкурентов будет. Если у меня запрашивают очень сложный тренинговый обучающий процесс в течение полугода, чтобы он поднимался. Сейчас я работаю с клиентом, который хочет говорить, давай, я не хочу два дня тренинга, я хочу полгода, чтобы ты учил моих людей. Потому что за два дня тренинга это все равно, что один раз сходил на фикс. И все. И мы разработали программу, я начинаю ее вести. И это кайф. Потому что я вижу динамики развития людей и виден результат. Сложные проекты беритесь за них. Не бойтесь. Но опять же, отличайте сложные проекты от замороченных клиентов, которые всем недовольны и так далее. Потому что надо понимать. Есть некоторые клиенты, которые лучше, чтобы не были важными клиентами. Потому что не надо всех денег зарабатывать. И у меня такая же история. И в итоге вы сможете найти новую нишу, если вы расширите свой продукт. Еще идея по появлению новых клиентов. Бывают абсолютно новые клиенты. У меня несколько старых клиентов, которые меня начали. Да. А можно я вас тоже сделать? Хочите сейчас? Коллеги, нам дальше нужно немножко. У меня свет включили. Для инстаграма, да? Да, да. И для инстаграма тоже. Я вас попрошу тоже сделать. С того у вас. Чтобы я, как Аркада, тоже попал. Но у меня профессия такая. Жизнь надо пролекать, чтобы об этом знал Google. Поэтому, да. Идея. Вот. Это за публичность, да? А? Это за публичность. У меня профессия публичная. Да. Я просто обязан мне публичным. Если бы я вчера не выступал, вы бы ко мне не пришли. Правильно же? Конечно. Поэтому публичность, да. Это мое все. И вот эта схема, которую... Нет. Сейчас. Вот. 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 Вот лучше. Вот так. Можно еще сделать? Напомни этого. Вот. Это моя профессия, извиняюсь. Вот. 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 Я про что говорил перед тем, как... Можно найти новую нишу? Да. Новую нишу, новых клиентов. У меня есть старый клиент, с которыми я начинал работать в одиннадцатом-двенадцатом годах. И с этими клиентами мы работали еще по тем центам старым, которые были тогда... Да. Спасибо вам большое. Да. А... А тут тоже нормально. Я умею потом скину тебя, ладно? Да. Вот. И сейчас они ко мне обращаются, а у меня ставка выросла уже в два-три раза. И как-то вот... И как-то вот... И... Я их люблю, как своих там, родных, первых. И... А отказать... Ну, в общем, иногда надо отказываться. Потому что... Ну, я в Москву съездил на обучение... 70-80... В общем, вопрос. Вы отказываетесь от клиента, или вы отказываетесь... Или клиент все-таки идет на новые условия? Да нет. В итоге... Ну, да. Второй. Я это объединяю, потому что я не готов работать там за ту цену, которая была. Я им выставляю ту цену, которую сейчас на рынке у меня. Там на два месяца вперед расписано у меня, да? Тренинги я выставляю. А они говорят, ну, извините, мы не можем. Ну... То есть... В итоге... Ну, я так вырезал сюда. Они не готовы работать по этой цене. Но всегда есть тот, кто готов. И тот, кто готов, это новые клиенты. Я сейчас их покажу. Вот они новые подходят, подходят. И они есть. То есть не стоит, да? Они боятся именно... Цепляться отказов. Не стоит. Потому что у нас... Вот, например, у нас проблема. У нас парикмахеры этого очень боятся. И они начинают работать за копейки, а когда у них вырастает профессионализм, они своих старых клиентов за копейки отслуживают. Поэтому мы хотим их научить, и я не понимаю, как это объяснить. Во-первых, это процедура постепенно. То есть надо потихонечку инфиксировать цены. И это нормально. Инфляция есть, все понимают. Они скрипя зубами, мы все скрипя зубами, повышение цен воспринимаем. Но воспринимаем. Опять же, ежегодно, планомерно, на 10% должно быть повышение. Если у вас этого не было, то прям вот внедрите с этого кода обязательно. Во-вторых, это можно завуалировать вот какие-то новые упаковки и фишки вкусняшки. А теперь мы добавляем еще и там мытье уголовым шампунем, или мы добавляем еще там вас опрыскивающим супер и это входит в наш стандартный цепь. Я не условно и начинаю генерить идеи, но можно придумать какие-то вещи, которые будут дорожать. Знаете, из истории, а у нас в чае корень женьшения, который был собран на Тибете, на Тибетских склонах восточной горы, которые когда-то пунта, чего-то и так далее. На самом деле, там на одну бочку чая вот такой листик женьшения кинули туда, неизвестно откуда собраны, но легенду поставили. Ну как, так понимаете, что это делают? Но легенда, ну может так оно все и было, может там куда-то и таких склонов, пожалуйста, это на совести каждого. Но вот добавлением легенды, инфиксации ежегодной, далее. Дальше, возможно, какие-то дислокации, если есть такая возможность. Ну нет, наверное. Ну там с одного места на другое, там двухкратный салон красоты их поменять. Ну и также еще можно погенерить некоторые вещи, там приходите как-нибудь там на продвижение, и мы прямо к этому займемся. Ну да. И еще одна деталь, не стоит бояться, если у вас есть запись на несколько дней вперед. Если у вас запись вот пришел и вот сегодня только, тогда надо бояться, потому что почему-то услуга не востребована. Если у меня сейчас идет до февраль запись, то я могу отказать себе позволить какому-то клиенту, который ко мне составить со мной приходит. Потому что у меня уже там декабрь и январь прописано. Поэтому если у вас есть некая инерция в смысле финансовой безопасности, тогда да. Потому что если этого нет, финансы это кровь в экономике, деньги это кровь в экономике. Если у вас их нет, то надо что-то делать другое с другом развитии. Вот фотографию, она прямая, но я просто фотографировал и это поддержки, которые оказывают наши омские министерства экономики, науковые каникулы, субсидии, информационная поддержка вот всем. Министерство труда, субсидии и юрлицам ИП в сфере социального обслуживания, Минобразования, субсидии. Короче, вот Минздрав, Минспорт, Минкультура, они все чего-то кому-то оказывают. Если нам найти свой кофель, пойти и спросить, чего они кому-то оказывают. Но я рекомендую, если вы предприниматель, ИП или ООО, зарегистрированные в Илонской области, то вы можете вот через коридор в кабинет постучаться. и сказать, я рекомендую. Можете меня отвезти на выставку или там помочь, как-то чего-то. Они этим занимаются. Прям просто. Через коридор. Я красиво поспал. А когда придете, скажите, что это я. Мне за это ничего не будет, но просто будет приятно. Кубличность. Да, да. Ну просто. Какие еще действия можно предпринимать в 20-м году для обеспечения стратегического имущества? Коллеги, может быть, у вас есть какие-то идеи? Вот самое время сейчас прозвучить, сказать, что еще сделать, интересно, поделить друг с другом. Чем вместе мы сильнее, тем круче. Есть какие-то идеи, кто готов что-то сделать не так, как в прошлом году? Что-то изменить, что-то добавить? Или я никому не скажу? Никому не об этом не скажу. Конкуренция. Конкуренция. Я называю партнеров. У нас есть партнеры. Вообще, если ты в качестве услуги предоставляешь или товар, то конкуренция, конечно, стоит. Если ты толпой... Второе. Второе. Да? Да. Ну хорошо, да. Есть такая особенность, что некоторые предприниматели думают, вот, не скажи, а некоторые идеи затаивают, у меня суперидеи, я так заработаю деньги, не скажу. А идеи ничего не стоят, коллеги. Они вообще ноль. Ноль рублей. Да даже, ну так, пока организованная, это уже не идея. Стоит больших денег приверженность ваших делей. Сколько вы за нее готовы биться? Сколько дверей открыть? Сколько барьеров приятелей? Вот это стоит. Поэтому, ну ладно, хорошо. Про маркетинговые анализы хочу сказать. И небольшую отсылочку. У нас на протяжении следующего года будут проходить такие же семинары, которые они в этом году проходили и в следующем году. Один из них это про анализ рыночной ситуации вокруг вас. Я просто это показываю, что будет разбираться. Сейчас, когда у вас будет желание, вы можете прийти и мы там прям в течение двух часов будем разбирать эту схему. В каждой компании необходимо разобрать несколько своих. Вот это степ-анализ, это макроэкономика, как себя ведет. Дальше идет анализ отрасли желтой. Это ваши производители, поставщики, конкуренты, товарозаменители, потребители. Мы их изучаем, как их оцифровывать, считать. Это в каждой компании раз в год обязательно нужно оцифровывать эти вещи и понимать вообще. Следующий это свот-анализ. Это анализ внутренней компании, вот эта синяя. Сильные, слабые стороны, возможности, угрозы, которые у вас есть. И вот есть еще несколько пунктов роста. Это HR, это надо понять, кто у вас из людей, какие кадры у вас чего решают. Кадры решают все, говорим. Дальше, какая у вас финансовая составляющая, есть ли у вас резервы и баланс, хороший или нет. Остальные средства, это материальные вещи, то есть и интеллектуальная собственность. Вот эти четыре параметра описывают состояние компании в принципе. Ну а свот, это потенциальные вещи. Ну и красным внутри, это качество вашего продукта. Ваши продукты, услуга или товар, они находятся как в отношении с другими. Какие у вас самые ключевые, лучшие, там ABC-анализ. По частоте покупок, XY-анализ. GCP, это не ругательное слово, это жизнь и цикл продукта. То есть мы должны понимать, вы выпустили продукт или продаете, он заканчивается для существования или на подъеме, надо понимать, надо новый продукт внедрять или еще мы на этом покайфуем. То есть вот эти вещи. Потому что, когда он закончится, уже поздно пить по жопе, когда, знаете, как только он пошел вниз, надо новый продукт запускать. То есть вот такие вещи мы рассматриваем на маркетинговом анализе. Есть еще слайд про интернет-маркетинг, который стоит с обняком, не нельзя про него забывать. Интернет-маркетинг состоит из следующих вещей – аналитика, стратегии и контента. Мы также анализируем себя в пространстве, в интернет-пространстве и вырабатываем стратегию своих действий и наполняем контентом. То есть это три такие вещи, которые необходимо сделать. А потом уже после того, как они у нас будут готовы, мы смотрим, что нужно сделать для своего интернет-пространства в сети. Дальше отслеживаем входящий трафик, отслеживаем исходящий трафик и определяем, где нужна мера воздействия, куда вы вкидываете ресурсы, куда не надо. Это тоже будет андельным блоком в следующем году, тоже частовым мастер-классом также вечером можно получить. И, соответственно, следующий момент – это конкурентные стратегии. Как я говорил, уже есть несколько девятежек приложения. И вы какую-то стратегию выбираете. Это, допустим, стратегия голововой атаки или фланговое нападение. Дальше отмечком поддерживаете партизанскую войну, стратегия фокусирования, дифференциации, экономии на издержках и так далее. Там есть еще несколько вещей, которые мы рассматриваем. Тоже приглашаем вас на вот эти три блока по продвижению, будет три блока по продажам и будет три блока по переговорам, по коммуникациям этих сферах. А вот на этом семинар, сегодня у нас был семинар, мне даже не привычно немножко семинар проводить, в основном тренинги провожу, но все это в таком формате. Это мои ресурсы, сейчас они недоступны, потому что я отказался от старого сайта, он был у меня адаптивен, но с января месяца они заработают, я уже работаю. А вот есть какой-то сайт, я сегодня в него заходил, она будет с природой какой-то. Ну, я называю это не работает он, то есть там... Там остальные реки, домены. То, что там... Они домены говорят, они что-то не с аналитиками. Нет, все нормально там, я просто... Я убрал полностью все старые сайты, сейчас работаю с компанией, которая новое место застроит. Я напомню, я говорю, все те же будут, все будет работать, и там будет расписание управленческих поединков, и омский форум продаж, обозначить все. Нет, какие-то из них там есть, но то, что я хочу в них пожить, там, я считаю, это так не работает. Но все будет работать, и поэтому и в Facebook, и в ВКонтакте все тоже есть. Коллеги, я очень рад, что вы сегодня посвятили этот вечер взгляну на предыдущий год и в будущее. И, может быть, у вас какие-то идеи есть по поводу того, что еще не сказано, какой тренд не затронул, может быть, мне подскажутся здесь, какую инструмент еще можно использовать для занятия? Мне кажется, очень важно, лично для меня, что я хочу сейчас услышать, вообще, как вы думаете, какие отрасли в омске развиваются, и какие именно направления, я понимаю, то есть какие у нас по сути есть в узкообласти ресурсы. То есть у нас действительно очень сильные технические, да, вузы и так далее. То есть у нас HR, по идее, там, IT, да, то, что вы говорили, в принципе, возможно развивать. Может быть, это будет какая-то IT-компания или так далее. То есть с точки зрения, какие есть ресурсы на Земле, и как, как бы, чтобы понятно было, как их можно воспользоваться. И что на сегодняшний день в бизнесе, вообще, вы как членом ПОРа России, да, человек, который постоянно общается с администрацией города, возможно, вы, ну, имеете представление в таком предпринимательском сообществе Омска в целом. Я понял, я скажу, что фронтального такого спроса и трейдера для развития уже нет. Он точечно, он блуждающий. В каком-то районе города это, может быть, очень хорошо зайдет, я не знаю. Ну, как, в какой отрасли вы работаете? Я на обык. В консультировании, да? Да. Я к тому, что я вспомнил ответ Андрей Калмагоров. Он говорит, любой бизнес со средним чеком меньше 500 рублей пойдет. Потому что у нас платежеспособность вот такая. То есть, и он прям большие ставки делает на открытие лаваша. То есть продажу шаруны. Потому что там средний чек, ну, там, 200 рублей. И прямо, ну, бешеными темпами туда вкладывает и пойдет. Вот это рост, пожалуйста, да? То есть, если у вас средний чек меньше 500 рублей, пожалуйста, смотрите. В какой отрасли вы работаете? Ну, с точки зрения глобального развития, то есть мы же говорим про тренды. Про IT вы сказали. У нас есть IT-монстры. Это Люксофт, Сбертех, Тамтек. У нас есть компании, которые реально пишут приложения. Я перечислил только там три, их десять, да? Они пишут приложения на Австралию, Америку, Европу. Мобильные приложения, антипродукты, все разрабатывают. Это такие монстры. У нас очень сильная база IT. Но, вот, что касается в ВУЗах, это прям отставание. Есть определенные кафедры, в которые вкладывается тот же самый высокий технологий. У нас завод производства. Они специально работают с ВУЗом, с ОМГТУ, с политехом. Где у них есть своя кафедра с оборудованием. Они берут там студентов, возят к себе, обучают, контрактуют их на какое-то время после обучения. То есть вот в таком точном... Знаете, это называется дуальное образование. Когда бизнес с ВУЗом формирует определенную программу. И тогда это работает. Это тренды. Если просто классический ВУЗ, то образование у нас отстает. Во многих вещах. Где искать тренды развития? Еще раз говорю. Смотрите на своих конкурентов. Кто-то из них просто не может вывести. Это первое. Второе. Ну, в вашем случае экспорт не пойдет. Саппорт, например. Экспорт сейчас, во-первых, полностью зачистка рынка идет. Я просто в основном, я амичка, но я живу в Москве. У меня с трендами немножко тоже знакома. А, ну если экспорт в другой регион? Экспорт, вообще зачистка идет. И рынка вообще конкретно сейчас. Ну, то есть, чистят розницу, вычистили. Постепенно строители вычистили. Сейчас идет логистика, это массовая новая проверка, соответственно, по всей России. И укропнение игроков, да? Ну, то есть, по сути, то, что вы говорили, да? То есть, укропнение идет. Ну, как сети зашли и все. То же самое сейчас с логистикой происходит. Это основа капитализма, когда большие, более сильные игроки съедают более мелких, более слабых. И это прям тренд. Грустно, печально, но... Ну, это наша действительность. А можно я? Я, может, не в десятку попаду и вообще, может, не попаду. Но вот сейчас очень активно в связи с новым законом о социальном предпринимательстве, я, конечно, может, не права, но очень активно стали развивать социальное предпринимательство. Почему на это внимание обратила? Буквально недавно смотрели рекламу Пурины «Корма для кошек». И они прямо в рекламе говорят, на сегодняшний день мы не добавляем красителей в корма, и это наша социальная активность. И просто вот это сейчас до такой степени такой тренд, что, ну, даже вот элементарно коммерческий продукт, да? С точки зрения продвижения, мы всегда можем использовать какое-то новомодное течение, к которому надо присоединиться. Простой пример. У вас маленький магазинчик, и вам надо поднять проходимость трафика. Вы просто ведете, открываете его рядом с NVIDIA, например, или там с гипермаркетом «Триумф», или еще что-нибудь. Ну, не знаю, надо подобрать так, чтобы прямо не пересекались ваши товарные группы, потому что все пойдут в «Триумф» и NVIDIA. А вот что-то дополняющее то, раз уж приехали в это место, и чтобы вывеска была хорошо видна там, если есть возможность, рядышком. Вот, это простой тренд. И присоединение географическое, вот присоединение к тренду модным. К течению, да? Да, к течению. Это вот сейчас современное. Я прям это вот... У вас прям вот это социальная программа? Ну вот, сейчас все нацпроекты, которые вот показывала внутри до этого, они сейчас их активно реализовывает, ну, государство. И вот все это привязывает к социальной активности. Ну, да, я не понимаю, я вообще-то, что нацпроекты у вас есть. Они проверяют эти социальные программы. То есть социальные программы. Вы говорите от чего? Нет, конечно. Мы сейчас говорим... Любой бизнес проверяется. Ребят, мы говорим сейчас про добросовестное отношение предпринимателя к своему бизнесу, к получаемым грантам и отчетностям. Да, они проверяются. И даже не хотят вообще, даже предлагают, даже уберите. Даже отказывают. Я бы не сказала сегодня, как бы с удовольствием, люди слушают. Нет, нет, отказывают от грант. Потому что там отчетность, какая ежемесячная. Там задолбаешь. А вы не захотите того гранта. Писать отчетность. Это все вот разговоры. Да, да. Поэтому в итоге забирают те, кто как бы рядом и потом пилят бюджет. Но они тоже отчитываются же. Ну, конечно. Они нам помогли. Мы не будем об этом сегодня говорить. По поводу ромского бизнеса. Вы сказали про администрацию. У меня здесь родители ждут. Мне очень хочется, чтобы мой родной город поднялся. И я вот, даже с точки зрения проектного подхода, в Москве все равно, когда ты видишь, как это... Когда ты понимаешь бизнес-процесс, как в целом, то есть я специалист по налоговым схемам. Мне нужно понять, как бизнес живет, чтобы вывести его из налоговой, да, вот этой агрессии. Так вот, когда ты понимаешь бизнес-процесс, ты понимаешь, что в принципе все работает по этому. И город так же работает, то есть у него есть ресурсы, у него есть активы, пассивы, да, это обязательства, например. Вот здесь, например, сложность какая. Мы здесь же встречались... Ну, столько всего. Месяц или полтора назад. Совместно с Министерством экономики, предпринимателем и общественной организацией. И мы провели стратегическую сессию. Владелец-собственник реактора. Никольный реактор. Там сотрудника Министерства, кому я не помню, зам, или начальника спартамента, кому он говорил. Я, говорит, прихожу, хочу открыть свой новый реактор. Здание мне нужно. Мне говорят, я не могу теперь его оформить в собственность. А он купил его, там все. Почему? Ну, потому что вот там какая-то несогласованность с документами. Там у нас есть жилищный, строительный кодекс, есть кодекс... Это тоже кодекс. Вот. А они друг с другом конфликтуют. Да, да. Есть УРАН, есть программы, которые конфликтные гестры... Идет, говорит, в суд. Он идет в суд. Суд постановляет, пользует. И реактор выигрывает. Строится там свое СТО. Работает, все нормально. Все законоспособлено. Я хочу открыть еще одно. Иду в другую часть города. Там смотрю помещение. Опять даже самая история. Опять мне, говорит, не ставят разрешения. Иди, говорит, в суд. Я, говорит, иду в суд. Суд подписывает, что я прав. В мою пользу принимает решение. Я строю опять новое свое здание там. С ТОО все. Вы понимаете, говорит, это вот его слова. Он говорит замминистрам, которые тут были в этой же...